Брестское городское ЖКХ на постоянной основе помогает реабилитационному центру стимул. И помощь эта заключается не только в сладких подарках или добрых словах, но и в материальном плане. Коммунальники делают все, чтобы дети обучались и чувствовали себя комфортно в стенах коррекционного заведения. А в период новогодних праздников руководители предприятия навещают детей из центра реабилитации, чтобы поздравить их и подарить им частичку волшебства. Пытаемся своеобразно помогать, то есть собираем денежные средства, выполняем определенные комплексы работ для того, чтобы, скажем так, улучшить работу данного центра. Мы, по крайней мере, будем продолжать эту работу, значит, по мере необходимости будем и физически, и технически, и финансово помогать, поэтому работу устанавливать не будем. Самое главное моральное удовлетворение, что мы попытались хоть какой-то своей частичной помощью помочь этим детям, помочь этому центру, для того, чтобы получить, скажем так, результат, если это будет, скажем так, выражаться в виде хоть каких-то определенных положительных эмоций этим детям. На средства коммунальников в здании развивающего центра стимул сделан ремонт, облагороженная прилегающая территория, а также закуплено оборудование. Навести детей в начале 2022 года – отличный шаг, чтобы продумать план действий по дальнейшему развитию реабилитационного центра, а также поздравить воспитанников с новогодними праздниками. Все ребята получили сладкие подарки и то, что пожелали в письме Деду Морозу. Мы сотрудничаем с предприятиями Брестского городского ЖКХ и на протяжении всех этих шести лет. Это ежедневная помощь в самых насущных, важных делах нашего учреждения. Это помощь и в благоустройстве территорий, и в озеленении территорий, в решении, например, вопросов с покрытием, укладка плитки и так далее. То есть вот эти мелкие вопросы, и даже в самые какие-то кризисные моменты мы можем обратиться к нашим шефам для того, чтобы решить эти вопросы. В Центре коррекции и реабилитации стимул воспитывается 24 ребенка. 19 обучаются в современных классах, а 5 из них – на дому. Ни один из ребят не остался без подарка. Особенно приятно видеть благодарность в глазах родителей. Их дети находятся не только под постоянным присмотром, но и получают квалифицированную помощь, а также развиваются благодаря профессиональным педагогам. У меня здесь долгие годы занимается ребенок в этом центре. Центр необходим, центр очень необходим, очень нужен для того, чтобы наши детки развивались. Также у нас, как я вижу, из года в год есть шефство, которое с наилучшими пожеланиями и с подарками, с душой, с любовью относятся к нашим деткам с доброседливостью, скажем так. Так, вкладывают свою маленькую лепту и маленькую вот эту вот капельку, которая делает наших деток счастливее. Александр Богданович, Александр Воронин, Александр Макаревич, телекомпания БУК-ТВ.